1 ноября в ходе тушения пожара в заброшенном здании города Конаково обнаружены тела трёх человек. Личности погибших и обстоятельства их смерти устанавливаются. В других пожарах в Весегонске и Весегонском районе погибли ещё два человека. Мужчины 75-го и 79-го годов рождения. И это только начало ноября. Ранее сообщалось, что следственным отделом по городу Конаково Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области по факту обнаружения тел трёх человек при тушении пожара в заброшенном здании, расположенном по улице Желкоп города Конаково, организовано проведение проверки. По итогам проверки следственными органами Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами АДЕ части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это убийство трёх лиц, совершённое с особой жестокостью и общеопасным способом. В ходе осмотра места происшествия установлено, что дом отключён от коммуникаций. Очаг возгорания был расположен в единственном подъезде на полу под лестничным маршем первого этажа. Стало известно, что по факту гибели людей при пожаре в городе Конаково в Региональном следственном комитете возбуждено уголовное дело. По неофициальным данным к поджогу бездомных причастны подростки. Видеоролики, созданные правоохранителями с целью уберечь нас от мошенников, демонстрируются во всех общественных местах. Жителям города и области раздают предупреждающие листовки. Будьте бдительны. Но жертв не становится меньше. В Региональном следственном комитете предупреждают о почистившихся случаях мошеннических действий со стороны лиц, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов. Сотрудники правоохранительных органов, уполномоченные проводить предварительное следствие, вызывают граждан повесткой. При этом должностное лицо никогда не требует по телефону предоставления персональных данных, банковских реквизитов, информации по счетам и пластиковым картам. Ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов не заявляют требований о переводе денежных средств на какие-либо счета. Это незаконно. Желая проверить мошенников, не следует перезванивать на такие входящие вызовы. Номера телефонов отображаются некорректно. Используется так называемая подмена телефонного номера. Оптимальный вариант – вручную набрать телефонные номера, указанные на официальных сайтах правоохранительных структур, от имени которых вам звонят. Любые предложения от имени правоохранительных органов, например, помочь в поимке преступника путем перечисления денег на указанные собеседникам счета либо с целью обезопасить сбережения – это явный признак мошенничества. О таких фактах необходимо сразу сообщить правоохранительные органы. Будьте бдительны и помните, необходимо позвонить по номерам телефона доверия ОМВД и проверить информацию, озвученную мошенником.